Кто может сказать, что спорт – норма нашей жизни? И здесь вопрос даже не желания, а доступности, возможности заниматься физкультурой хотя бы на любительском уровне. Общественники, депутаты законодательного собрания и чиновники администрации губернатора собрались, чтобы обсудить наболевшие вопросы. Если хотите, высказать претензии друг к другу. Это не дебаты, это круглый стол, где, позабыв обиды, можно с пользой поговорить. Спортивные секции возьмем. У нас в городе всего две. Набор всегда, то есть спрос превышает возможности, значительно превышает. Давний вопрос обещания губернатора, в Рио губернатора поправлюсь, строительство объектов. Но на сегодняшний день я не знаю, наверное, мне ничего не известно об этом. Характерный пример. Федерация плавания подает в Министерство спорта на основании единого календарного плана запрос на 5 миллионов 700 тысяч рублей. Только для того, чтобы обеспечить участие забайкальских пловцов в соревнованиях. А получает меньше 200 тысяч. Здесь проблема не одной федерации, а забайкальского спорта в принципе. Дикая нехватка финансирования, крайне скудное количество спортивных объектов, тренеров, а также юношей и девушек, что смогли реализовать себя. Но у замминистра физической культуры и спорта Забайкальского края есть своя точка зрения. Начали строительство двух фоков по линии комплексного развития сельской территории. Это фок в Чернышевске, это фок в Корынске. В прошлом году начали строительство трех объектов и в этом году мы заканчиваем. Выяснилось, что в бюджете Забайкальского края на спорт предусмотрено менее 1%. И это учитывая, что у нас объявили пятилетку спорта. Депутаты и общественные деятели говорили, что состояние инфраструктуры для занятия спортом оставляет желать лучшего. В основном мы эксплуатируем наследие советских времен. Эффективность участия Забайкальского края в реализации национальных проектов России, федеральных и государственных программ, направленных на развитие спорта, невысока. Это ни в какие ворота не влазит. Поэтому вы внутри своего министерства, у вас проблемы, куда дать. Здесь 5 тысяч, тут 10, каждая копиюшечка на счету. Я вас просто прекрасно понимаю, но, к сожалению, я ни разу не помню, что целый комитет законодательного собрания молодежной политики и спорта подымал этот вопрос в жесткой форме. Почему они не подымают этот вопрос? Почему им в колокол? Они же ведь народные избранники. Бить колокол требовать решительной и плодотворной работы от всех заинтересованных лиц. К сожалению, спорт в Забайкале находится на крайне низком уровне. Сейчас мы говорим не только о профессиональной, но и о любительской физкультуре. Протокол заседания ляжет на стол, в том числе и председателю законодательного собрания. Анжелика Панебрашина, Юрий Житлухин, Николай Шунков. ЗАПТВ.